Евангелие от Луки Говорится о явлении Христа, воскресшего Жоном Мироносица А потом, начиная с 13 стиха 24 главы, рассказывается о встрече воскресшего Иисуса Христа с двумя из учеников Имя одного из них Клеопа, имя второго мы из евангельского повествования не узнаем И вот эти два ученика, они возвращались из Иерусалима в селение, отстоящее стадии на 60 от Святого Града под названием Эммаус Согласно этому рассказу, они разговаривали между собой, рассуждали Они, по всей видимости, были деморализованы теми событиями, свидетелями которых они были в минувшие дни Они имели вид паломников, возвращающихся после пасхальных-то ежегодных торжеств из Иерусалима Они были свидетелями последних дней и часов жизни своего Учителя Иисуса Христа Они видели, как его погребали в пещере, как приваливали к этой пещере камень И вот они, совершенно расстроенные, деморализованные, можно сказать, возвращаются И идут прочь из Иерусалима, уходят из этого Святого Града Дорога у них дальняя, и вечером они останавливаются в одной из гостиниц Для того, чтобы переночевать и поутру двигаться дальше И вот внезапно вместе с ними на этой пыльной палестинской дороге появляется третий путник Появляется их со-путешественник, который вместе с ними идет И он имел, говорит Евангелист Лука, вид тоже паломнический, как всякий паломник А в то время, после Пасхи, видимо, многие возвращались из Иерусалима И по всей Иудее расходились, и в Галилею шли, и, быть может, отправлялись к морским портам К порту Яфа, например, и возвращались в страны рассеяния, там, где они жили Иудейский праздник Пасхи собирал иудеев со всего мира По закону Моисееву, согласно этому закону, полагалось каждому иудею Жителю иудеи, по крайней мере, трижды в год появляться в Иерусалиме Совершать паломничество, приносить жертвы в Иерусалимском святилище А жителям Галилеи и жителям диаспоры иудейской, Средиземноморской Хотя бы раз в год необходимо было приходить в Иерусалим на поклонение Всевышнему Богу И вот этим днем была Пасха И вот после этого общеиудейского празднования Пасхи Эти ученики возвращаются, и вместе с ними возвращается неузнанный ими их учитель Глаза их были удержаны, они не узнали его Он их спрашивает, о чем это вы, идя, рассуждаете по дороге Почему вы так печальны? Они действительно были печальны Они были разочарованы произошедшими всеми событиями Наверное, они разочаровались в своем учителе, видя его кончину на позорном кресте, на Голгофе Они отвечают ему на этот вопрос, в частности, такими словами А мы надеялись было, что он, то есть наш учитель, есть тот, который должен избавить Израиля Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло И далее они продолжают свою речь Из этих слов видно, насколько они расстроены, разочарованы или даже деморализованы Тем, что произошло с их учителем Но Иисус отвечает им на эти слова О, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки Не так и надлежало пострадать Христу и войти в славу свою И, начав от Моисея, из всех пророков Изъяснял им сказанное о нем во всем Писании Иисус, не узнанный своими учениками, истолковывает им на основании Писаний Те события, которых они не могут понять Они не могут истолковать эти события Если Иисус действительно Христос, если Он действительно Мессия То почему именно такой был у Него конец? На позорном кресте проклят всякий, висящий на древе Сказано в книге Второзакония Почему же их Учитель, Мессия, Избавитель Тот, который должен был избавить, как они говорят, Израиля Сам не был избавлен от этой позорной смерти на кресте Что делает Христос? Он им отвечает, что именно так, а не как иначе, должен был пострадать Мессия И делает это на основании Писаний На основании Моисеевых книг, начав от Моисея И далее из всех пророков, из пророческих книг Беседуя, ученики и неузнанный ими сопутешественник таинственный Приблизились к тому селению, в которое шли И поскольку время было позднее, уже вечерело Ученики уговорили Его остаться с ними на вечернюю трапезу И когда они возлежали на этой трапезе Иисус взял хлеб, преломил И тут они Его узнали Они узнали Его в преломлении хлеба И когда они Его узнали, Он стал для них невидим Они, недолго думая, несмотря на то, что наступает ночь Стремительно возвращаются обратно Возвращаются в Иерусалим И приходят к одиннадцати ученикам И рассказывают им Радостно и в то же время с волнением Рассказывают им, что они пережили по пути в Моус И, собственно, в самом селении И как Он, то есть Христос Был узнан ими в преломлении хлеба И вот является сам Христос Является уже в Иерусалиме И, как здесь сказано, как говорит евангелист Сначала Он ел перед ними Показывая, что Он не призрак А действительно воскресший их Учитель И далее начал, обращаясь к ним, говорить 44 стих главы Вот то, о чем Я говорил вам, еще быв с вами Что надлежит исполниться всему Написанному о Мне Говорит Христос в законе Моисеевом И в пророках, и в псалмах Тогда, добавляет евангелист Отверз им ум к уразумению Писаний Друзья, вот эти два момента Преломление хлеба и объяснение Писаний Являются ключевыми во всей 24-й заключительной главе Евангелия от Луки Что хочет, вспоминая об этих событиях Сказать евангелист Лука своим первым читателям Той общине христианской, для которой он составил свое Евангелие Он хочет сказать им, что и в его поколении Хотя прошли уже десятки лет после известных этих событий И в его поколении Ученики Христа, община Иисуса Узнают его и должны узнавать В тех же самых вещах В каких? В хлебопреломлении, то есть в Евхаристии И в Писании Когда мы берем в руки Священное Писание Моисееву Тору, Пророков Или, как здесь сказано, Псалмы А Псалмами здесь назван третий Заключительный раздел Еврейской Библии Катувим То мы в этих Писаниях узнаем Христа Мы встречаемся с Ним Не случайно здесь дорога и путники, идущие по ней Дорога – это метафора нашей жизни Жизни каждого человека и каждого христианина Мы можем не видеть Христа, но Христос невидимо идет с нами по дороге нашей жизни И мы должны научиться узнавать Его в этих двух непреложных вещах Во-первых, в Священном Писании В Священном Писании как Ветхого, так и Нового Заветов И в богослужении, в преломлении хлеба Ведь на евхаристическом богослужении, которое мы совершаем по заповеди самого Христа Сие творите в мое воспоминание Мы берем хлеб, берем вино и преломляем по заповеди Учителя этот хлеб А вернее, он сам преломляет для нас хлеб жизни и разделяет с нами чашу спасения Мы причащаемся Христу, мы становимся причастниками Христа И становимся, словно эти эмаусские путники Становимся участниками этой трапезы И Христос сам истолковывает нам Божественное Писание И сам участвует с нами в этой трапезе жизни Будем же учиться, дорогие друзья, узнавать Христа Где в нашей жизни место встречи со Христом? Их два Два этих смысловых центра 24 главы Евангелия от Луки Два этих полюса нашей христианской жизни Где мы встречаемся со Христом? Мы встречаемся со Христом, когда берем в руки Священное Писание Моисееву Тору, Пророков, Псалмы Или вот свидетельства евангелистов, того же самого Луки На страницах Священного Писания И второе место встречи со Христом – это Евхаристия Это литургическое богослужение Христос умер, Христос воскрес И воскреснув, Он уже не умирает И в нашей христианской жизни Мы порой не видим присутствие Христа Но это не значит, что Его нет Ученики не узнали своего Учителя И Христос объяснил им на основании Писаний Что так надлежало Ему пострадать И когда мы преломляем в простоте сердца хлеб То есть участвуем в евхаристическом богослужении по заповеди Христа Или когда мы берем в руки Библию Мы встречаемся со Христом Это два места встречи с воскресшим Христом Наша жизнь – это дорога И вместе с нами по этой дороге Шествует, согласно свидетельству евангелиста Луки Вместе с нами по ней шествует наш воскресший Учитель Господь наш Иисус Христос Христос воскресе! Господь наш Иисус Христос